коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня у нас рубрика ответов на вопрос вопрос будет один он очень важный сразу три человека обратились с подобной ситуацией возможно сейчас рынок такой на криптовалюте поэтому некое такое непонимание происходит значит что делать если вы анализируя графики там делая домашку не понимаете что происходит то есть те ситуации которые там были грубо говоря там день-два-три назад они уже случились цена уже пошла текущее положение да на инструментах не позволяет в полной мере сделать какие-то предположения о дальнейшем направлении цены или в этом поиске каких-то ложных пробойных ситуаций да такое бывает и это не редкость исходя из той домашки что там было около недели назад там чуть меньше инструменты проваливались под локальные такие остановки под дно и выходили обратно то есть такие были на торговке аналогичного монетки бл за если кто-то помнит я сейчас покажу и движение оно как бы уже состоялось да то есть многие очень многие инструменты уже в движении если вы делаете домашку и в основе домашки лежат какие-то пробойные ситуации то такие моменты у вас на домашке не будет абсолютно ничего то есть те инструменты которые пошли они уже идут им движение те инструменты которые не пошли как правило они слабее рынка и не нужно от них ждать каких-то таких вот быстрых движений до бывают ситуации когда инструменты копят то есть запаздывают и в какой-то момент если рынок движется дальше они выступают в роли догоняющих делать какие там движения побыстрее того же самого битка и эфира но так бывает не всегда и нужно трезво оценивать ситуацию исходя из опыта опять-таки да если ничего нет интересного то время для торговли это чаще будет америка и 99 процентах случаев это скорее всего будет ложнопробойная ситуация то есть америка либо будет толкать дальше и тогда мы вечером будем ждать что-то контр трендовая либо с открытия америки до американский стопа съем вынос там лоев либо хаев европы либо азии и там уже можно будет посмотреть что-то контр трендовая то есть ситуации внутри дня найти можно я это только в случае если у вас есть непреодолимая жажда сделок что тоже не очень хорошо потому что если мы там ну бывает да не сделали домашку инструменты остаются стоять это одно то есть когда у нас есть некий запас по времени да там например с вечера неплохо там азия европа постояли на америке нам какие-то движения только совершаются это норма другое дело когда все двигается и у многих но абсолютного большинства до людей возникает вот это чувство упущенной прибыли да то есть все пошло я не заработал и вроде картинки были хорошие нужно срочно срочно что-то найти непременно в какие-то сделки залезть так делать ни в коем случае нельзя не хватайте стопов да если там кит сильные движения происходят можно что-то зацепить монетки в игре опять-таки никто не отменял какие-то быстрые движения то есть это все можно но если на домашке ничего нет то лучше вообще день пропустить если общее да вот восприятие там может быть переизбытка информации там перечитали всяких разных чатиков в одном говорят одно в другом другое в третьем третье в голове каша и самое банальное до самое простое что бывает это когда в одном месте говорят условно лонг в другом месте условно short и те и те обосновывают теле ну то или иное видение и получается мы должны принять чью-то сторону и нам нужна третья сторона и вот мы находим третье которое говорит либо лонг либо шорт и присоединяемся к тому лагеря это никто не в полной мере да верно то есть полагаться на чужое мнение должно быть менее свое подкрепить там более опытными товарищами окей это это не всегда работает и более опытные товарищи ошибаются и самое плохое что может случиться когда вы в силу своих убеждений до думаете об одном кто-то более опытный вам скажет о другом и если он не попадет то у вас произойдет как бы обесценка до своего собственного мнения то есть вы полагались на мнение более опытного товарища хотя имели свой собственный противоположный взгляд и более опытный товарищ ошибаясь да для него это норма когда ошибаетесь вы вы считаете что вы ничего не понимаете и значит нужно как это пойти заново до куда-то учиться и так далее то есть какие-то новые открывать для себя момент для там того же самого технического анализа до этого какие-то там новые принципы это все но не имеет ровным счетом там никакой вот этой доказательной силы что ли да то есть ошибаются все самое важное не терять голову если вы не понимаете что происходит я не знаю уйдите займитесь бэк тестами оставьте вообще торговлю лучшим советом я считаю вообще на какой-то период отвлечься от графиков мир в графиках не заканчивается дату и займитесь любыми отвлеченными делами не смотрите вообще котировки не смотрите графики просто отвлекитесь и затем когда вы будете вновь до начинать делать домашки и анализировать графики удалите абсолютно все инструменты рисования чтобы у вас был чистый 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 график чтобы на нем не было вообще ничего и тогда вы будете с как бы свежим взглядом да не замыленным смотреть потому что все равно когда вы смотрите одни и те же инструменты каждый день происходит некая такая как бы однонаправленность что-либо взгляде да то есть если инструмент еще продолжает идти мы уверуем в какие-то сильные движения начинаем смотреть только в одну сторону это тоже немножко неправильно хотя тоже имеет место быть нужно как бы трезво подходить если вы находитесь в сделке и рисуется в сделке контр трендовый сетап не нужно проверять сработает он или не сработает просто подтяните стоп лосс на предполагаемую точку входа контр трендового сетапа и если зацепит и пойдет то вы просто закрываете сделку и все то есть это ну что касаемо там сопровождений а так если отсутствует какое-то ну трезвое восприятие ситуации не нужно гнаться рынке никуда не денутся если там я не знаю криптовую запретят все сосками цены будем торговать что-то другое вопросов в поиске рынков я думаю что ближайшее время точно не возникнет поэтому не нужно как-то бояться опасаться что вот мы останемся совсем неудел да я пробегусь по домашке просто исходя из того что было вот в этом правда падали падали дам очень многие инструменты пропадали вниз и давали вот обратные картинки напомню как это было бы неправильно вот это вот монетка когда мы там очень сильно отросли и у нас вот такая вот на торговка была краях и мы забирали шартовое движение сейчас многие инструменты после того как мы пролились но единственное не так это стендово времени но картинки все по сути дела одинаковые и все вот эти вот падения с такими до поджатиями в обратную сторону то есть мы как бы провалились под но дальше сильно не идем происходит ретест мы опять дальше не идем нас начинают здесь вытаскивать это идеальная ситуация для спада потому что здесь понятно куда ставить стопную на ключах тоже можно похватать если опять таки есть возможность постановка короткого стопа и вот сейчас все в движении за вчера единственный инструмент который там как-то отобрался да это те кто быстро летели и вот в лд она там была неплохо на ложный пробой был такой интересное место у нее откуда она сорвалась тут еще был хвостик и в ретесте мы не достали но в общем это тоже такое место где могли подсбрить стоп-лосса в общем в итоге доехали до дневки и дали обратно движение она была одна за вчерашний день вот все что было там вчера отобрана она одна показала более-менее нормальный ход и дали нормально точку входа то есть нужно да как бы более избирательно что ли относиться к ситуациям так что не сбивайте голову если не видите то есть не нужно искать где-то правду на третьей стороне если вы ничего не понимаете в какой-то момент до положения цены на графике дайте первых пусть постоит либо пусть придет куда-нибудь далеко и там можно будет посмотреть что-то контртрендовое это но тоже вполне себе неплохие ситуации опять-таки для каких-то локальных остановок на продолжение для торговли лонг нам нужно три дня мы должны остановиться и еще два дня постоять поэтому если вы сегодня ничего не находите посмотрите домашку только послезавтра и посмотрите те инструменты которые встали и постояли у них будет скоплена энное количество до стопов за остановкой на которых можно будет прокатиться стопы тех кто будут жаждать торговать какой-то отскок принципе наверное все не стоит отчаиваться да наверное как итог разбора вопроса просто но при горе сразу несколько человек обращаются с аналогичной ситуации я все понимаю мы падали 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 у всех был взгляд шартовый в какой-то момент остановились начали там вырисовывать какие-то лонговые точки входа возможно при наличии до какой-то шартовой предвзятости формирование лонговых точек входа было пропущено мимо внимания а теперь когда уже все пошло мы оказываемся на стороне догоняющих да и пытаемся урвать хоть какой-то кусочек в этом движении движение сну существенные там я не знаю 70 50 40 процентов очень много инструментов сходила и но для дальнейшего хода неплохо бы откатить потом уже там в откате посмотреть какие-то точки входа на продолжение наверное будет самое правильное сегодня хай монетка неплохо сделала движение и тут нет откат да с привязкой опять на историю она вот из тех кто еще не вынырнул поэтому с ней можно было проработать на сегодня в роли догоняющего да вы будете выступать но биточек пока там держится такие вот монетки можно будет можно будет посмотреть на сегодня все тем удачи используйте стоп-лоссы не испытывайте негативных эмоций если рынок идет без вас просто дайте где-нибудь восстановиться и нарисовать понятные для нас ситуации и ни в коем случае не догоняйте уходящий поезд всем удачи пока пока